Всем привет! Убирайте тетрадки, конспектировать сегодня ничего не нужно будет и наливайте себе что-нибудь вкусненькое. Потому что сегодня наш ролик будет посвящен сливу бочки и дегустации того, что получится. Что у нас находится в бочке? Это мой предыдущий ром, который я делал в том вот ролике, и он в ней протусовался аж целых 20 месяцев. Представляете, еще немножко и было бы 2 года. Это моя старая десяточка, еще моя самая первая. В ней уже, наверное, побывало напитков 6, то есть, ну, она в работе примерно 4 года. Заливала я туда 7 литров, как можно видеть на вот этой этикетке, 31.03.19, крепостью 51 градус. Ром мне тогда, как ром, не очень понравился, и я решил его залить в бочку. А сейчас давайте начнем сливать, после чего начнем готовить вот такой вот вкусненький стейк, чтобы выпивать не в сухомятку. Начинаем слив. Ааа, крышечка все время пахнет офигительно. Блин, прям, как говорится, нет повода за это не выпить. А сейчас давайте, знаете, как поступим? Устроим небольшую лотерею. Я предполагаю, там будет литра 2, изначально было 7, прошло 20 месяцев, квартира сухая, должно стать сильно крепче, 51, я думаю, будет где-нибудь к 70. Вот честно, я думаю, будет к 70, потому что предыдущий опыт слива вон той красотки показал то, что набирает крепость просто охренеть как. Все, ладно, сливаю в кастрюльку, чистая, вымытая, пустая, ничего туда, чтобы не доливалось. Поехали. По-хорошему можно было бы, конечно, через фильтр пустить, но ничего страшного. Что-то оно течет и течет. Давайте, знаете, чтобы было удобнее мне потом, и вам было видно. Цвет, конечно, бомбический, но вы его пока не видите. Давайте я вот солью, чтобы вам видно было, опять же, видно должно быть, в первую очередь видно. Давайте вот сюда солью. Вы знаете, по-моему, по объему я промахнулся. Но не сильно. Опа! Здесь у нас получился ровно литр. И в кастрюльке где-то тут были... Чего у нас там? Два... Чуть больше двух. Чуть больше трех литров получается. Ну, это прекрасно. Я смогу поместить это все в одну трехлитровую банку. Все, кастрюльку мы отставим. Пока буду готовить, я обязательно перевью эту банку. А с этим литром давайте поработаем. Начнем по-простому. Возьмем рефрактомер. Просто судим его туда. И посмотрим, что у нас там пишется. Пишется у нас 68. Кстати, в крепость почти попал. А чтобы не на слово, давайте покажу. Вот. Вот у нас что получилось по рефрактомеру. Ну, доверяй, но проверяй. Поэтому проверим все это дело обычным ориометром. Там у нас 68 показывало. Значит, надо брать 40-70. Проверяем. 40-70. 40-70 у нас показывает 63. Температура приблизительно 24. Ну, то есть, в квартире 24. А это значит то, что, ну, и у всего, что находится в квартире, долгое время 24. Ну, это примерно на граммах будет меньше. 61-62 крепость у нас полученного нами Рома. Давайте, я вам, блин, попробую показать, чтобы было видно, конечно, эту крепость. Надеюсь, там хотя бы что-то будет видно, но лучше просто хороший способ. Я придумал, как сделать, чтобы он поворачивался к вам лицом. Снимайте на камеру, и он поворачивается к жопой камере. Идеальная тема. В общем, поверьте, 62 приблизительно здесь будет крепость у этого Рома. В качестве претендента будет выступать свежесваренный недавно, вот в этом вот ролике, из тростниковой веласы, Ром разбавил я его до 45. Этот я тоже, пожалуй, разбавлю до 45, чтобы было прям нормальное прямое сравнение. Я за кадром уже посчитаю, чтобы не писать на камеру, всю эту ерунду. Ну и, естественно, что за дегустация без нормального куска мяса? Мы сейчас с вами будем делать стейк Рибай из Мираторговской. Мне, конечно, больше нравится мясо от Прайм Бифа, но в том магазине, который делает доставку ко мне домой, к сожалению, в наличии Прайм Бифа не было. Ну, взял хорошенький, вкусненький Мираторг. Поехали готовить. Готовить мы будем в режиме говорящей руки. Для приготовления стейка нам понадобится хороший кусок мяса. Обязательное условие, он должен пару часиков полежать в тепле, при комнатной температуре, чтобы согреться. Не надо жарить холодные стейки, они плохо прожарятся внутри. Открываем. Не забываем промокнуть мясо, чтобы не было вот этой вот лишней жидкости. Она в любом случае выделяется. Используем обычные бумажные полотенца. Со всех сторон хорошенько промакиваем. Ну и кидаем все это дело на тарелочку. Я обычно перец добавляю сразу. Это можно делать в конце. Использую вот такую вот смесь перцев. Там белый, красный, зеленый, черный и душистый. Я все время перчу сразу. Перца не жалеем. С одной стороны. И то же самое сыпем с другой. Все это время у нас на очень сильном огне разогревается сковорода-гриль. В моем случае это чугун. Очень тяжелый, хорошо держит температуру. Идеально для грилей. Изначально бралась в Икеа, давно не видел. Я предпочитаю слегка смазать маслом кисточки вот таким вот образом. И сейчас мы добавим немножко шума, потому что вытяжка должна быть очень хорошей. 55 минут я начал готовить. Сейчас 59. Каждые полторы минуты переворачивал. Формировал вот такой вот красивый рисунок. Я люблю, когда стейк с кровью. Поэтому для меня этого будет достаточно. Все, 5 минут на все про все. Например, в боках я практически никогда не зажариваю, потому что очень тонкий отрез на самом деле, конечно. Желательно было побольше. И буду перекладывать на тарелку. Тарелка у меня находится при температуре 50 градусов. То есть она в принципе теплая. Если у вашей духовки нет возможности выставлять температуру, просто убирайте его под фольгу. Ну и естественно, не забываем посолить. Если вы его не солили в предыдущий раз, я солю всегда в конце. Крупной солью. Довольно-таки обильно. И отправляем на отдых. Туда же при 50 градусах, либо под фольгу. Через минут 5-7 все будет готово для тестирования. Пока мясо отдыхает, я отлил для того, чтобы развести до 45 градусов 30 миллилитров. Рассчитал по программе, что мне нужно добавить туда 12. И сейчас давайте смешаем. Заодно посмотрим, выпадет ли аппалисценция в этом напитке. Все-таки очень долго провел в бочке. Смотрите, на самом деле, какая красота. Прям супер-супер. Давайте для полного тестирования я разжился еще одним таким вот классненьким бокальчиком от Дестила. Это именно родные глинкерновские стаканы, которые по спецзаказу ему делаются. Очень крутые. В данном случае это будет уже такой нормальный глинкерн. Здесь у нас капита. Ну и вот есть у меня глинкерн, из которого я буду пробовать обычный ром. Все, сюда просто зальем, ну плюс-минус такую же. Так, хоп. Крепенького. И отольем обратно. Все, больше мне не понадобится. Ну и давайте в третью стопочку нальем ром, который свежачок. Много сильно лить не будем. Тоже 45 градусов. Пора идти за едой. Хорошо, канала недалеко. Ну, а теперь самое главное это посмотреть степень прожарки. Знаю то, что очень многие не любят, не понимают с кровью когда. Но я прям обожаю. Давайте, чтобы было понятней. Я вот сейчас вырежу из середины кусок и покажу, какую степень прожарки я люблю. Черт, уже слюни текут, пипец. Вот такая вот красота. Прям супер сочно. Супер мягко. И никакой крови. На самом деле в мясе крови в принципе нет. Это все у нас сукровица и тому подобная фигня. Которая никак не может быть вредна, если мясо качественное. Все. Давайте. Наливайте себе тоже по стопочке. И будем праздновать пятницу. А этот ролик я обязательно выложу в пятницу, чтобы все могли вечерком собраться за экраном монитора, телевизора. Там кто-то за телефоном. И возможно сейчас побежал-побежал в шкафчик заветный, чтобы налить себе вкусняшки. Начнем с неразбавленной версии. Как с самой такой жесткой. Блин, аромат. Кстати, очень хороший аромат. Блин, самое противное закусывать придется в самом конце. Я чувствую бочку, фрукты. Шикарно. Очень любопытная тема. Я не пойму во что она переходит. Это бочка, которая потом сладкая, такая терпкая немножко. И уходит во фруктовое послевкусие. Блин. Давайте все-таки 45. Потому что много глотнуть нельзя. Хочется побольше. Но тогда мы это все растянем на очень долго. Все-таки одна большая особенность, когда вы тестируете высококрадусные релизы. Это нельзя глотать. И все-таки нужно держать больше во рту. В разбавленной версии больше выпирает бочка. Но я уверен, что если вот эта вкусняшская ванночка... Сейчас я не знаю, в экран там влезает. Это все красота. После разведения, я думаю, это будет и отдыха. Будет шикарный напиток. Да, вот прям фруктовость какая-то. То есть, если изначально я думал, что ром запорол на тарелках... Вот бочка. Прямо скажем, поправил очень хорошо. Очень любопытный. Его мягкость просто бешеная. То есть, его не то же закусывать не хочется вообще. И вот это вот, несмотря на цвет, там даже намека на плинтус нету. То есть, по идее, я даже бочку как-то на третьем плане, наверное, чувствую. Это очень интересно. Единственное, я не уверен, что здесь осталось много именно от Рома. Но я в Роме вообще не особо силен. Возможно, он себя и должен так вести. Так же, как Кальвадос. Кальвадосы с сильным сроком выдержки практически полностью теряют аромат яблок. Они остаются очень видоизмененные и где-то далеко-далеко на послевкусие. Очень неплохо. Очень-очень прям вот душевно обязательно на какой-нибудь конкурс притащу. Благо, сколько здесь получится, наверное, литра четыре. Ну, бутылочка-то будет. Обязательно покажу. Так, давайте теперь свежачок. Который мне в моем ролике, в котором я его выгонял, по аромате мне очень понравился. По вкусу было очень даже ничего. Совсем другой аромат. Вот он. Такой цветочно-фруктовый. Резина ушла. Вот, которая мне так казалась. Она почему-то от крепости, что ли, зависела. Очень интересный аромат. Тоже сладенький такой, фруктово-цветочный. Блин. Тоже шикарный напиток. Блин, что же с ним после бочки-то будет? Давайте. Красота. Сейчас буду нарушать все традиции, потому что, конечно, ничего такого острого, вкусного есть на дегустации нельзя. Но что может быть лучше хорошего, вкусного стейка из хорошего мяса? Он прям нежнейший, сочнейший. Прям губами можно есть. Очень вкусно. Давайте. Еще раз у вас с пятницы. Что могу сказать в заключение? Я могу уверенно заявить, эксперимент удался. Несмотря на то, что изначально я предполагал то, что получится какая-то бяка. Получился прекрасный, вкусный напиток. Очень ароматный. Не забывайте то, что бочка у меня уже используется года четыре. И, возможно, это тоже повлияло. То, что, несмотря на цвет, как она цвет такой дает до сих пор, непонятно. Уже даже, по-моему, производителя этой бочки не существует. А она все еще работает. Классно. Мне очень часто задают вопрос, сколько можно выдерживать в бочке. Ну, вот я сам себе пока не могу найти ответа. Пока работает. Да, плотный и интересный вкус. Не ожидал. А это же, блин, банальный сахар. Причем меласса была уссурийская. В жизни бы не думал, что из этого что-то получится. Все. Теперь разбавляю вот этот ромб с 75, тоже где-то до 51-52. И оставляю на пару лет. Мы уже примерно знаем, сколько теряет. На самом деле, из 7 осталось 3 литра. Ну, 50% за 2 почти года. Я считаю, это нормально. И повышение спиртозности на 10% тоже вполне закономерно. Ну, вода ушла. Спирт не ушел. Все отлично. Ну, на этом буду закругляться. Всем хороших выходных и хорошего окончания пятницы. Всем пока. Раз, два, три, поехали! Мы гонщики, мы гоним, мы гобленно гоним, мы гон-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-гоunим. 55 55 минут я начал готовить Да заебал ты Я еще такие как я Сумасшедших и смешных Сумасшедших и больных А когда я их найду Мы уйдем отсюда в ночь Мы уйдем из зоопарка Мы уйдем из зоопарка Мы уйдем из зоопарка